Отказаться от душа горячего обеда, согласитесь, сможет не каждый. Это вам не пятизвездочный отель на турецком берегу, где все включено. Сергей Ковалевский из Могилева решился. Собрал друзей, взял отпуск и... Идея путешествия на самом деле манит каждого. Узнать неизведанные страны, узнать, побывать в тех местах, где, может быть, не ступала нога человека или человека практически нет на 100 квадратных километров. Заветная цель – Аральское море. Маршрут, как будто указка из космоса, по карте наклейки Сергей вырисовывает прямо на капоте своего внедорожника. Вот этой части уже нет. Ничего, суша. Вот мы, собственно говоря, и прошли между двух морей. Мечта оказалась всего в нескольких сутках пути, но какого? С водными преградами, песчаными бурями. Спросите, какая разница между телевизором и окном автомобиля? Ответим, да никакой, если не брать во внимание, что в телевизор не зайдешь. А здесь открыл дверцу автомобиля и вступил в совсем иной мир. А море-то ушло от берега далеко, на 25 километров уж как. В Аральске люди примерно 30 лет даже не ассоциируют свой город с морем, с навигацией. И более того, что многие из них не были даже на море. Аральском, рассказывает путешественник, думали и закончится все. А нет, несколько суток по плату у стюрт. Приходилось пользоваться лебедкой и от напряжения руки, вождение от напряжения руки просто сводило на самом деле. Пальцы не могли разогнуться. Соляное озеро со своим неповторимым будто неземным закатом. Чинг с его перепадами высот. Именно здесь чувствуешь себя скорее не царем природы, а всего лишь молекулой в этом необъятном мире. А потом был Узбекистан. Душевно поет. Вот уж где национального колорита, хоть песни слагай. Что на узбекском рынке, что во время праздников. Петушиные бои. Вы видели их хотя бы раз? А видели ли вы, как сходятся в степи бараны? Молодец! Вот именно за этой экзотикой и едут наши путешественники. Да что там наши? Вот этот 63-летний Ален из Франции, ребята, назвали его Ален Делон, в одиночку проехал тысячи километров на велосипеде. Теперь вы сами ответьте, зачем? В Казахстане обращается к тебе брат, друг в Узбекистане, брат. Гаишник тебя останавливает. Сначала здоровается с тобой за руку, потом смотрит в машину. Здоровается со всеми за руку в машине, будь то ребенок, будь то взрослый мужчина. А потом излагает суть проблемы. Итого... 11 тысяч километров. А знаете, что самое интересное? Спрашивает Сергей. Нет? Отвечаем. Дома, говорит, лучше. Продолжение следует...